Два парома одновременно отходят от противоположных берегов реки и пересекают ее перпендикулярно берегам. Скорость у паромов постоянная, что у этого, что у этого, но у одного из них она больше, чем у другого. Очевидно, что у вот этого. Паромы встречаются друг с другом на расстоянии 720 метров от ближайшего берега. Прежде чем плыть обратно, каждый паром в течение 10 минут, вот тут вот, да, они стоят на берегах, ждут там посадку, высадку. На обратном пути они встречаются уже на расстоянии 400 метров от другого берега. Вопрос. Какова ширина реки? Ну, решить эту задачу можно разными способами, и мы разберем с вами целых два. Первый способ, он очень простой, как мне кажется, и такой банальный для старшеклассников. Давайте обозначим ширину реки за х. Тогда в начале, вот в этом, в первом случае, да, в случае А, отношение расстояний, пройденных паромами, вот этими, будет равно чему? Вот этот вот прошел, сколько у нас? Х минус 720. Так, а второй прошел 720. А ко второй встрече расстояние, которое прошел первый, оно будет равно 2х минус 400, да, то есть вот 400 метров не хватает до того, чтобы этот паром проплыл реку дважды. 2х минус 400. А первый прошел сколько? Х, да еще 400. То есть х плюс 400. Ну и понятно, что эти отношения равны. Так, все, что нам остается сделать, это решить это уравнение. Ну, я, с вашего позволения, не буду это делать, потому что мне кажется, что гораздо интереснее решить эту задачу способом без уравнения, тем более тут у нас получится квадратный, довольно большие коэффициенты. Ну, в общем, я не очень люблю такой подход, если можно решить проще и фактически вообще без уравнения. Давайте посмотрим лучше внимательно вот на эти две картинки. Когда паромы встречаются первый раз, так, то сумма пройденных ими расстояние, вот это расстояние плюс вот это, равно как раз ширине реки, так. Когда каждый из них причаливает к противоположному берегу, этот к этому, а этот к этому, эта сумма равна удвоенной ширине реки, да, то есть один прошел всю ширину реки, и второй прошел всю ширину реки. Так, то есть когда они находятся вот тут вот, они прошли, по сути, двойную ширину реки. А когда они встречаются второй раз, вот смотрим на рисуночек B, сумма пройденных ими расстояний уже равна трем ширинам, ширинам, ширинам реки. Раз, два, и вот эти вот пунктирчики складываем и получаем три. То есть три ширины реки у нас получаются, они прошли вдвоем к моменту второй встречи. Поскольку оба парома двигаются с постоянной скоростью в течение одного и того же промежутка времени, мы можем заключить, что к моменту вот этой вот второй встречи каждый из них прошел расстояние втрое больше пройденного расстояния к моменту первой встречи. То есть вот этот вот паром прошел в три раза больше, чем он прошел вот здесь. И этот паром прошел в три раза больше вот тут, чем прошел здесь. Поскольку паром А, ну давайте обозначим вот этот вот паром А, да, первый, прошел до первой встречи 720 метров, А к моменту второй встречи все пройденное им расстояние, вот это вот, находится как 720, помноженное на 3, равняется 2160 метров, так? А из рисунка видно, что это расстояние на 400 метров больше ширины реки, так? Поэтому мы из вот этого вот 2160 должны вычесть 400 и получаем 1760 метров. Это, собственно, и есть ширина реки. Вот это вот ответ. И если вы решите вот это вот квадратное уравнение, которое здесь в итоге получится, вы тоже должны получить 1760 метров. Проверьте, кстати, и скажите, так получилось или не так. А условие, что время стоянки 10 минут у того и у другого у берега, оно здесь нужно исключительно для того, чтобы запутать вас. На самом деле оно никакой роли здесь не играет, потому что мы не пользуемся здесь временем. Мы смотрим исключительно на вот эти расстояния в первом и во втором случае. Если задачка вам понравилась, то ставьте лайки, не скупитесь, пишите комментарии, понравилось, не понравилось, что у вас получилось. Может быть, вы покажете третий способ решения этой задачи. И не забывайте подписываться на канал. Все, на этом пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok